С 2019 года Министерство экологии имеет доступ к геопорталу для мониторинга состояния окружающей среды. За это время специалисты обнаружили более 2000 незаконных свалок. За 2023 год, как я уже отметил выше, в области выявлено 198 несанкционированных свалок, 76 из них с нарушением установленных границ. Ликвидировано на текущий момент 269 или 98%. Вкратце, в Петропавловске было выявлено 12, в Айрталовском – 18, в Аккаинском – 39, в Козлужарском районе – 112, в Таиншинском – 19, в Макжану Жумабаево – 14. Сотрудники полиции и департамента экологии разъясняют правила утилизации отходов и контролируют исполнение законов. Так, было найдено 61 место с незаконными свалками. В рамках исполнения плана, согласно сведениям департамента полиции Северо-Казахстанской области, с начала текущего года, к административной ответственности по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, привлечено 28 граждан на общую сумму 621 тысячи тенге. До 2027 года в нашей области планируют построить 8 полигонов твердых бытовых отходов. Однако журналистов заинтересовала действующая городская свалка, разрешение у которой закончится в конце 2024 года. Очень много жалоб и нареканий со стороны граждан. Ежегодно проводятся внепланные проверки на основании данных обращений. Ситуация не изменилась. Сейчас по результатам последней проверки выдано предписание, а именно не допускать случаев возгорания, убрать полностью прилегающую территорию, которая была захламлена, и по всему периметру установить ограждение. По словам Азамата Бектасова, у местных исполнительных органов есть план по строительству нового полигона ТБО. Специалисты выбирают подходящее место, а старый полигон после закрытия ждет рекультивации.